ручки пахнут парфюмом я в итоге выбрала себе на пробу парфюм который вообще-то как бы не типичен для меня но я решила попробовать зачем все одно и то же у меня есть шанель пятерочка у меня есть шанс мой любимейший и я взяла здесь 40 диамант это вечерний резкий очень терпкий парфюм но посмотрим посмотрим как он будет себя потом вести так мы были сейчас на экскурсии в музее парфюмом ух ультис экскурсия мне понравилось четко лаконично красные красочные как-то даже романтично у нас день сегодня очень насыщенный и честно скажу я бы даже сказала вот какой-то передоз от красивого как-то так когда наполеон пришел власти во франции он в третий раз переименовал эту площадь и назвал ее площадь согласия как символ согласия соглашение французской раньше на этой площади всех казнили великая французской революции больше не повторяться посредине площади вы видите луксорский обелиск это самое древнее сооружение парижа подарок вице-короля египта французскому королю луи филиппу благодарны за то что шампальон француз расшифровал тайны египетских иероглифов этот обелиск везли сюда в париж два года сначала вывезли моря до марселя на специально сконструирован судне луксор а затем уже по суше до парижа по паркам от луксорского обелиска два понтана который символизирует личную морскую навигацию 8 женских фигур по периметру площади это 8 главных городов франции два великолепных особняка перед нами с правой стороны габриэля с правой стороны министерства военно-морского флота франции с левой стороны автомобильный клуб и отель креон 4 звезды самая страшное место если вы сами едете нам это мы уезжаем с вами на самый знаменитый проспект парижа на елисейские поля вот они шанс елизей когда-то они назывались бульвар королева ну а потом как раз ленотер и хитар создали этот садово-парковую часть елисейских полей затем другая часть была застроена впереди вы видите большую триумфальную арку на площади звезды 50-метровую под которой наполеон мечтал когда-то войти в париж и проспект получил вот это название елисейские поля елисейские поля это место покоения героев в античной в античной мифологии синоним парадизм синоним парадиза рая в такой в европейской традиции елисейские поля улица праздник но здесь а он проспект не такой длинный он всего лишь 1940 метров чуть меньше двух километров 800 метров садово-парковая часть и дальше начинается застроенная часть но тем не менее елисейские поля это место где можно найти все этого такое самое блистательное место парижа поэтому мы ведем с вами сейчас налево а с правой стороны увидим решетку елисейского дворца к нему сейчас сожалению запретили запретили подъезжать а елисейский елисейский дворец это бывший дворец графе де евре там жила мадам де помпадур а сейчас елисейский дворец это резиденция президента франции то есть там как только человек избирает президентом он не только работает елисейском дворце но елисейском дворце и живет то есть это место где он живет но вот заднюю часть елисейского дворца мы сможем с вами увидеть если посмотрим на право когда нам загорится зеленый цвет а затем мы повернем с вами налево вот с правой стороны так увидим решетку елисейского дворца вот она справа вот а мы поворачиваем налево и проезжаем между двумя дворцами это оба дворца которые были построены всемирной парижской выставки 1900 года вот так вот торжественно французы встречали пришествие нового двадцатого века с правой стороны большой дворец под стеклянными крышами с левой стороны малый дворец грант поле пяти по большом дворце сейчас покупается с аргоной выставочные за выставочные залы с правой стороны памятник жарли деголи слева стороны памятник клемансо а прямо перед нами самый красивый мост парижа мост александра третьего который строила фирма ботиньоль и и в закладке этого моста принимал участие последние вы просите это последний русский царь николай второй и французский президент велик спор а за мостом великолепный комплекс инвалидов из плана до инвалидов дом инвалидов и забор святого ледовика дома инвалидов где похоронен наполеон вот весь этот комплекс инвалидов создавался по приказу ледовика 14 потому что после каждого оставались инвалиды оставались люди которым не на что было жить и вот он здесь собрал а этот церковь построил джордан мацар уже для него с правой стороны памятник они ярославль вот у опоры моста александр третьего это анна ярославна а по королеву франции дочь киевского князя ярослава мудрого и жена французского короля генрика 1 анализирует средневековую францию а мы снова с вами приближаемся главной площади парижа пляс для конкорд от площади согласия снова приближаемся кстати ли снова приближаемся к ловру и ждет нас с вами обеденная пауза на которую вы меня уже все время спрашивали значит ну любуемся вот площадью согласия на сюда были с этим полям спускаются все парады самые торжественные естественно 14 июля главный национальный праздник франции день взятия пастили здесь строится трибуна для президента и труда представить себе что здесь когда-то на летели головы и лилась кровь значит ресторанчик наш находится на улице револин а вот та самая наполеоновская улица наполеоновская улица как я вам говорил большие блюда там стоит одинаково 1190 но мы не сможем выйти с вами прямо у самого ресторана у двери ресторана потому что проезд по улице револи для нас закрыли поэтому мы выйдем с вами на площади вот сейчас мы вынорнем с вами на эту площадь а вот с левой стороны сантюли еще можем полюбоваться площадь пирамид площадь названная так в честь египетских египетского похода наполеонов она и память и посредине этой площади мы увидим памятник жанне дарк еще один памятник жанне дарк там немножко совсем пройдем несколько минут пройдем в ресторан кто захочет кто не хочет может идти в ресторане есть еда есть туалет есть все и затем мы с а затем мы с вами вернемся туда же где нас уже выпустят то есть но вы сами уже самостоятельно кто вернется там совсем недалеко то есть дежек будет стоять там потому что оттуда мы отправляемся с вами Версаль. Оттуда мы отправляемся с вами Версаль и отправляемся мы с вами оттуда Версаль без 23. Обедать там вы выбираете все блюда, сами ставите его на поднос, расплачиваете на кассе и спокойно идете обедать. Мы наконец-то вышли из автобуса и нас похормят. Урау! А ты колесо обозрения, не боишься, нет? Тебя зовут? Вот нам сказали, не берите с собой микрофоны, я уже не знаю, где они идут. Не знаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...